Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я уделяю очень большое внимание, как вы заметили, этому факту, потому что это показатель эффективности работы наших органов власти в целом вертикале власти. Это показатель работы нашей, показатель стойкости и мужества тех людей, которые были задействованы в этих выборах. Но, как я уже не единожды опять же говорил, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Это была репетиция. Основное действие нас ждет впереди. Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем этот год, значит мы на что-то способны. Я не хочу сказать, что это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей. Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем. Мы молодое, суверенное, независимое государство. Поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто. Поэтому мы всегда должны быть на чеку. Мы всегда должны работать по максимуму. Чему я вас и призываю. По выниках кадрового дня есть призначения, которые поплывают на работу реального сектора. У приватности узгоднены позиции керавника концерна «Белдяж Харшпрам» и холдинга «Минск Крышталь». Судовная каска в шаруную ночь. Новогоднее свято сегодня отбылось в Аулукавской допоможной школе-интернате. С подарунками у гостей до ее выхованцев приехали представники улады, профсоюзов, предприемств и организации, которые оказывают школе допомогу. У их улику Дарыша Белтолярадо-компания. Усе подробности далее в сюжете. На сегодня в школе-интернате научаются и круглосуточно проживают 117 выхованцев, 80 из которых засталися без опеки батьков. 74 – дети-инвалиды. У процесс подрыхтоки до новогоднего свято утягнули практически у всех. Нехто выраблял упрыгоживание, нехто рыхтовался опрануть костюм казышного героя. Репетиции протягивались около трех тыднев. Напряженная шла подготовка. На завод школы с нашими детьми занимались, репетировали. Очень много, каждый день почти. На свято в Луковскую допоможную школу-интернет запросили усіх шефов, яких в установе немало. Уже несколько годов сюда обовязково приезжают керавники Белтолярадио-компании. А пряча тагода выхованцев завитали так само представники районной улады – Гомерского отделения белорусской чугунки, профсоюзов, войсковых частей, областного суда, промысловых предприемств. Кожны с подарунками. Дети им радуются, але признаются, что марец не только обматериальным. Пожелаю всем здоровья, счастья, любви, чтобы никогда не болели. Держава саправды клопотится об выхованцах специализованных устанул, але занадто шмат уваги и потрымки не бывает. Темболь, что и для дорослых такие взаимоотносины з'являются корыстными. Рабить добро – значит становиться духовно богатейшим. Потому что когда смотришь на довольные лица, широкие улыбки и искрящиеся глаза детей, у которых по-разному и не просто складывается жизнь, и не просто складывается судьба, то, наверное, вот эти лица, они говорят сами за себя и комментарии, что называется, излишни. И нам, безусловно, приятно дарить эти эмоции воспитанникам данной школы-интерната. Подарунки представники Белтеля радиокомпании привезли так само – солодкие для усіх выхованців и морозильную камеру для харчового блока школы-интерната. Об этом домовилися загадзе. Хотелось привезти саправды потребное обсталявання. Неколи тут уже набыли таки агрегатали, одного морозильника оказалось недостатково. Конечно же, холодильники в школе есть, но оборудование устаревает со временем. Наше учреждение – это учреждение круглосуточного пребывания, и кухня здесь не останавливается никогда. Поэтому обновление оборудования для нас крайне важно и нужно. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Ёлки миру протягивают крошить по регионе. На этот раз миротворцы завитали в Ауритскую школу. Сюди так само запросили детей Сходницкого, Добрышского, Гомельского районов и областного центра. Перед початком новогоднего ранешника для них провели экскурсию по импровизованным сятошным маршруте. Указочная подорожа отправилась и наша сдымочная бригада. У фойе выстава новогодних вырубов, сделанных вушними разом с батьками. Особенно на мольбертах надрукованные ёлки, на яких замест цацак – дитячая фотосдымки наставников у рыцкой школы. А в этом кабинете – соправдное лето. Древы, кветки, яркие картины без перебольшивания шедевры бисероплятения. Экспонаты периодично дарят гостям школы. А потом выкладчики разом с вушними плятут новые. Далее отправляемся в класс, где школьникам пропонуют гукам знакомитой замежной новогодней песни аккомпанировать драуляными лыжками. Отримливается гучный и веселый экспромт. В уголе гэты дни – безупинное свято. А сустракать у школы Гомельского района «Ёлку миру» – двойное. Акция «Наши дети» проводится в довольно широком масштабе. Ни один ребенок из всех категорий не останется без внимания. Проходили мероприятия. Мы уже поздравляли и деток из многодетных семей, и детские дома семейного типа, социально-педагогический центр, центр коллекционного развивающего обучения и реабилитации. А пошли припына к новогоднему маршруту – ранешний коактовый зале. Тут гостей уже отшакают господары свято – Дед Мороз и Снягурка. Они отримали листы от детей с пожаданиями и готовы их выконать. Например, Ульяна марит доведаться, как Новый год означает на других континентах. Такая просьба подтверждает головную мету гомельских миротворцев – сябровство помеж детьми, это сябровство помеж целыми краинами. Тому Гомельское областное отделение Белорусского фонда «Миру» на перед дни Нового года организовало множество добрых, ширых и, что важно, сгуртовальных мероприемств для хлопчиков и девочинок. Мы хотим от всей души поздравить жителей региона, и взрослых, и деток с новогодними праздниками, с Рождеством. Мы хотим поздравить трудовые коллективы и поблагодарить их за сотрудничество с фондом мира и поддержку фондом мира. Мы хотим, конечно же, пожелать всем жителям Гомельщины крепкого здоровья, благополучия и, самое главное, мы хотим пожелать всем мира и добра. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель» на его пошуке. Тым часом дети удельничали в конкурсах, рассказывали верши и делились своими новогодними жаданиями. Начальник управления, генерал-майор милиции Александр Васильев передал областной громадской организации «Дитяшая гематология» сертификат на 2300 рублей. Гости так само побывали в медицинских палатах. Усим 45 пациентам урушили пакеты с подарунками. Девчонкам ляльки, хлопчикам автомобили и конструкторы. И усим солодкие подарунки и фрукты. Протягиваем выпуск. Узмацнение информационной отломашальной работы, больше глубокий анализ ситуации на рынку, праце и принятие додатковых мер по опрацовладкованию людей с обмежеванными махшимостями. На сегодняшнем посяжении Аблвыконкама разлежен ход реализации декрета президента номер три об саденешении занятости насильництва. Ситуация ознайомились наши корреспонденты. Головный вывод. Ситуация на рынку праце застаётся стабильной. Официйный узровень беспроцовья 0,3%. Колькость грамадян, які сё лето звернулись у центра занятости по пытаниях працевладкования, сменшилась больше, как на 10%. Полепшилась и становишься зня полной занятостью. У целых с пяти прогнозных показчиков выконываются четыры. Проблемной застаётся только ситуация с працевладкованием грамадян на зноу, створенной в творчестве и предприемстве. Уменьшилось количество заработных, стоящих на учёте, увеличилось количество вакансий, которые имеются на предприятиях, организациях. В этом году у нас было шесть районов, которые относились к территориям с напряжённой ситуацией на рынке труда. В пяти из них ситуация улучшилась. И они вышли из этой категории. В одном ситуация не изменилась. Пытание, якое обмерковывается уже не первый год, про сладкование людей с обмежеванными махчимостями. Нельзя сказать, что ответные меры не принимаются. А линии сокрыт и то, что не на всех предприемствах имкнутся допомогать инвалидам. Рассматриваются новые подходы к стимулированию нанимателей по привлечению к себе трудовых ресурсов, лиц, которые имеют ограничения, имеют инвалиды. Рассматриваются, внесено такое предложение, как квотирование рабочих мест на предприятии с численностью более ста человек. Ситуация, якая так само выкликая заклопоченность, покуль на Гомельшине означается дисбаланс, попыту и пропанул. У Списи наибольшь запотребованных на рынку працы зараз водители, трактористы, швачки, повары, урочи, медсестры, зоотехники. У той же час частка претендентов на иснуючие вакансии поспела стратить прационные навыки. Почас посержения Абл-выконкама пропануется зарабить глубокий анализ профессийных якостей кожного непрацующего, что дозволить реально оценить ситуацию и, соответственно, уносить коррективы в проводимую работу. При этом особливая увага людям, которые долго не працуют, а часто и в уголе не жадают. Размова в первую чергу об грамотинах, которые ведут о социальный лад життя. Все лета с этой категории на Гомельшине працал от Кавана только коля ста человек. Еще одно обмеркованное питание – створение умов для самозанятости насельниства. Проведение информационно-разъяснительной работы с категорией граждан, которые осуществляют ремесленные виды деятельности, которые могут осуществлять деятельность по заявительному принципу, не регистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, которые имеют возможность сдавать квартиры или иное помещение в НАЮ. Налоговые инспекции также проводят контрольные мероприятия в отношении физических лиц, осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность. И в соответствии с подпунктом 7.2.7 декрета главы государства номер 3, конечно же, анализируем физических лиц на предмет превышения их расходов над доходами. Если сказать одну общую цифру, то за 2019 год число самозанятых с учетом роста наемных работников, индивидуальных предпринимателей за 2019 год увеличилось порядка на 5,5 тысяч человек в Гомельской области. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, от телерадиокомпания «Гомель». Черговый кермаш вакансий пройдет в Гомеле 27-го Снежня. Суискальники смогут встретиться с представниками кадровых службов Открытого акционерного товариства «Диалог Гомель» и Гомельского завода «Станошных вузлов». Мероприемство отбудется с 10 до 11 годин в управлении по праце занятостей социальной обороны Гомельского горбоконкама на Пролетарской, 18. До других тем. Невядомый грамадянин снял на виды сотни мертвых рыбок для берега водоема недалека от везки Якимова-Слобода, что по Светлогорскам. Массовый поморок малька, быцем бы по вине мясовой вытворности беленной целлюлозы. Поспешился докласти об экологичной диверсии один из блогеров. Когда под виды заявились о комментарии людей, которые познали в озере с мертвой рыбой, отстойник стековых вод, аутор ролику его выдалил. Али осадок застался, як застался и безгрунтовный пост блогера и репосты у соседках. Корреспонденты телерадо компании Гомель выехали на место и выслухали вы снова экспертов. Участок очистки стековых вод – структурное подразделение предприемства «Светлогорск Химволокно», працуя в круглосуточном режиме. Очищальное сбудование выконвают биологичную перопрацовку у всех господарчих стекол. Не только Светлогорска, а и района. Обслуговывают и все промысловые и коммунальные стеки мясовых предприемств. Могутность перопрацовки Светлогорского участка вельми высокая и на даденый момент не выкористовывается в полном объеме. Работа одного с каскадом биологичных сажилок зараз спыненная. Одна с таких биосажилок, або по-простому, отстойник стековых вод и трапила на виды. Небыто в озеро, у яким вздыхая рыба. Это территория запрещенная для въезда и посещения посторонних лиц. Название самих биологических очистных говорит о том, что процесс очистки происходит за счет принципов биологии, за счет биологических организмов, которые убирают, скажем так, загрязнители и стоков. Занос, скажем так, рыбы и всего остального может осуществляться естественным путем, потому что все-таки это водоем как бы открытого типа, в том числе здесь могут быть присутствовать птицы, которые, в принципе, и заносят эту рыбу. У некоторых километрах от Светлогорского участка, от шистки стековых вод, везка Якимова-Слобода. Мясовые же хоры ведают, у отстойников рыбу ловить заборонено, а ли работники участка не утоивают, часом сдараются. Проникнение на территорию за уловом. Папираджальный аншлаг из информации про заборону для некоторых не указ. Проводим работу, естественно, на подступах проводим работу, ну и непосредственно, когда видим, что они уже находятся на водоеме, рассказываем, что это такое. Ну, для некоторых это открытие, они сразу сворачиваются, сматывают удочки и уходят. Специалисты участка лечат вычарпальным тумачением, что в техничном очищальном сбудовании, якое не продугледжено для разведения рыбы, сказать про поморок и про заяву экологичную, мягко кажучи, некорректно. Однако работники участка вельми обурают особные, необгрунтованные анонимные выказывания на просторы интернета о брудных выкидах у раку и экологичных диверсиях. Специалисты заполнивают усе участки очистки стековых вода у Беларуси под самым жорстким контролем. В рамках локального мониторинга общество организует проведение отбора проб и контроль сбрасываемых источных вод. Периодичность составляет два раза в месяц. Жителям города Светлогорска не стоит волноваться, потому что контроль жесткий осуществляется за сбросом источных вод. И усёжка, обдать экспертную оценку с проверкой до биосажилок прибыли светлогорские экологи. Специалисты районной инспекции природных ресурсов и оховы новокольного сяродя на участку очистки стеков никогда не фиксовали перевышение узровню установленных показчиков. Отбор проб осуществляется аккредитованной лабораторией предприятия Химсервис, которая производит отбор проб, ввод поступающих на объект и с очистных сооружений до и после очистки. Со стороны инспекции подается заявка Гомельский областной комитет, который далее направляется в Республиканский центр аналитического контроля. Если вопрос с небольшим поморком рыбы закрыт, то как попередить у всех волеваний с нагодой брудных выкидов стековых вод, специалисты Светлогорской природоохолдной службы подали дополнительную заявку в областный комитет природных ресурсов и оховы новокольного сяродя. В ближайший час проведут повторные доследования светлогорских стеков. Наталья Капрыленко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель, Светлогорск. Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте и в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершенный. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Дефакто на телеканале Беларусь4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Смертельное ДТП произошло в Реческом районе в деревне Жмуровка. Водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на 36-летнюю женщину. По информации госавтоинспекции, пешеход погибла на месте. Женщина двигалась по проезжей части в попутном направлении без фликера. Реческий районный отдел Следственного комитета проводит проверку обстоятельств ДТП. В Гомеле женщина спрыгнула в воду с пешеходного моста через реку Сож. О происшествии, которое произошло вчера около 11 часов утра, сообщили в Следственном комитете. Женщину спасли водолаза городской спасательной станции освода. Сейчас она находится в реанимации. Ее личность не установлена, телефон и документы отсутствовали. По предварительным данным, ей 30-35 лет. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просит позвонить по телефону, который вы видите на экране. Был на вышке, увидел, как упала девушка в воду. Подал сигнал тревоги, дежурные смены убыли в район пешеходного моста по показанию помощи человеку. По прибытию девушка была поднята на борт лодки. Началось реанимационное действие и в течение минуты прибыла скорая помощь. Взяли за распитие спиртного и нашли в кармане нож и насвай. В Мозыре у молодого человека, который нарушил общественный порядок, изъяли запрещенные предметы. В одном из дворов дома по улице Ульяновской на глаза правоохранителей попалась компания молодых людей, которые распивали пиво. На вопрос милиционеров, есть ли у них запрещенные вещества, уверенно ответили нет. Перед посадкой в служебный автомобиль парней досмотрели. У одного из них сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили перочиный нож и 22 грамма насвая. В отношении мазырян начат административный процесс. В деревне Буйнович и Лельческого района горело хозяйственное постройка. За участком присматривал друг хозяина дома, который пытался потушить возгорание самостоятельно. Мужчина получил ожоги. Его госпитализировали. В результате пожара уничтожены кровли и имущество повреждены стены постройки. Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Это все новости на сегодня. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. БЧ – столица. Такова афиша финала Кубка Беларуси по мини-футболу, который 5 января пройдет в Гомеле. Железнодорожники вышли победителями из двухматчевого гомельского дерби с ВРЗ. В первом поединке БЧ выиграл 2-1. В ответном соперники победителя не выявили. 2-2. Этот результат вполне устроил железнодорожников, которые уже могут готовиться к домашнему финалу. Напомню, что БЧ уже выигрывала Кубок Беларуси. Было это в сезоне 2013-2014 годов. Соперником команды Дмитрия Комека в споре за трофей в текущем сезоне будет столица. Найтишники по сумме двух матчей оставили неудел Оршанский Витен. В первом поединке столица была сильнее 4-1 в ответном. Финальная сирена зафиксировала ничью 3-3. Менчане также владели трофеем. Было это в сезоне 2014-2015 годов. Футбольный Гомель обзавелся главкомом. Выводить команду в высшую лигу национального чемпионата будет Иван Биончик. Такой опыт у 34-летнего специалиста уже есть. Столичный луч, который он возглавлял с 2014 по 2018 год, получил повышение в классе и пробился в элиту. В минувшем сезоне Иван Биончик занимал пост главного тренера Могилевского клуба Днепро. Команда по итогам стыковых поединков с Брестским рухом отправилась в первую лигу. И еще одна новость из штаба «Зелено-белых». Иван Жосткин проведет в составе Гомеля еще один сезон. Игрок подписал с клубом соглашение сроком на один год. В минувшем сезоне полузащитник провел 20 матчей. В чемпионате страны отличился одним забитым мячом. Гроза лидеров. Жлобинский «Металлург» отобрал очки у еще одного обитателя верхних строк таблицы чемпионата. Вслед за юностью Столивары огорчили и Гродненский Неман. Минимальная домашняя победа жлобинской дружины – единственная шайба на счету Алексея Михнова. Сегодня «Металлург» также на своем льду играет с третьей командой чемпионата с «Солигорским шахтером». Горняки отправились в Жлобин из Гомеля, где взяли очки в матче против Фреси. И «Шахтер» уверенно победил 4-1. Гомель сегодня в Молодечной играет с местным «Динамо». На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».